Сегодня я хочу рассказать вам о виде трейдинга бинарными опционами, которые называются Option+. Он позволяет минимизировать риски и максимально контролировать свою прибыль. Так, для начала немного теории. Давайте посмотрим, как технически происходит сам процесс трейдинга в режиме Option+. Заходим на сайт к брокеру, в данном случае это не Option. В раздел Option+. Здесь вот вы видите описание самого инструмента, что такое Option+. И выбираем актив. В данном случае это пара евро-доллар. Выбираем направление, вносим размер инвестиций и нажимаем купить. До этого момента все происходит точно так же, как в обычном трейдинге бинарными опционами. Единственная разница это то, что справа от информации об опционе появляется кнопка предложения цены. Вы можете в любое время на нее нажать, запросить ту сумму, по которой брокер готов купить у вас опцион обратно, до официального времени исполнения опциона. Нажимаем продать, опцион продан и деньги переведены на счет. Итак, для начала давайте откроем позицию у брокера и не Option в режиме Option+. И по ходу уже я расскажу вам, как мы торгуем на площадке Option+. Заходим в трейдинг, выбираем Option+. Мы видим, что подгрузился график. И выбираем актив по своему усмотрению. В данном случае я выбрал евро-доллар, так как на мой взгляд это наиболее волатильная пара. Здесь удобно делать прогнозы по ней. Для того, чтобы наш прогноз был осознанный, я всегда пользуюсь живым графиком у себя на сайте, который позволяет делать мне технический анализ. Итак, печатаем адрес сайта binarytrader.ru И дальше в меню выбираем страничку, куда я положил этот живой график, чтобы всем было удобно им пользоваться. Это стратегии, технический анализ и живой график. Мы видим, что график очень удобный в использовании. Наверху вы можете писать любой актив, который вы выбрали. В данном случае у меня так и стоит здесь евро-доллар. И обратите внимание, что рядом с ним написано цифра 1. Это означает, что свечи идут с промежутком в одну минуту. Каждая свеча равняется одной минуте. Так мы видим, что здесь цена пыталась пробить уровень сопротивления, уйти вниз. У нее это не получилось. На рынке была консолидация. Так что в ближайшее время мы можем предположить, что цена будет расти. Соответственно, выбираем колл. Ставим минимальную инвестицию 500 рублей. Покупаем акцион. И как мы и видели в самом начале видео, справа от деталей опциона появилась кнопка предложения. То есть в любой момент мы можем нажать ее и продать опцион до его официального времени исполнения. Так мы видим, что прогноз у нас пока сбывается. Параллельно мы можем продолжать смотреть на график. Как я уже писал в своих статьях, этот график удобен тем, что информацию мы здесь получаем на несколько секунд раньше, чем она обновляется у брокера. Таким образом, если мы видим, что происходит на рынке что-то очень драматическое, мы можем всегда продать опцион до того, как это отобразится у брокера. Таким образом, у нас есть преимущество в несколько секунд. Так, пока наш опцион InnoMoney, то есть он в деньгах, приносит нам прибыль. Продолжаем держать руку на пульсе и смотрим, что у нас происходит на графике. И здесь немножко промотаем, так как ничего, собственно, у нас не происходит. Итак, пробуем первый раз нажать предложение. Нам предлагают продать опцион за 457 рублей. Собственно, это мало, это даже не покрывает сумму нашего вложения, поэтому мы подождем еще. Вот у нас уже есть 520, то есть мы пока прибыли. Я напоминаю, что в режиме торгуя, в режиме Option Plus вы можете продать опцион как до официального времени исполнения, так и дождаться официального времени исполнения, и если он исполнится соответственно вашему прогнозу, то есть рынок будет идти в вашем направлении, то вы получите прибыль. Так, запрашиваем еще раз. Опять же, цена не так привлекательна, поэтому предлагаю подождать еще немного. Для тех, у кого есть сомнения в своих силах, если вы еще начинающий брокер, то вы можете продать уже на этом этапе и получить хотя бы небольшую прибыль. И таким образом минимизировать, то есть ввести к минимуму свои риски. И открыть новый опцион, который опять же принесет вам небольшую прибыль, но таким образом вы наберете за 5-6 опционов ту сумму, которую вы бы набрали, дождавшись официального уровня исполнения. Так, пока все складывается в нашу пользу на рынке. Цена идет вверх. Итак, мы видим, что появляется цифра 9 минут осталось. Это означает, что у нас осталось 9 минут, чтобы успеть продать опцион до его официального уровня исполнения. Момента исполнения, простите. За 5 минут до конца трейдинга у нас эта опция закрывается, и мы уже продать опцион не сможем. То есть, если мы увидим, что что-то пойдет не так после того, как возможность будет упущена, то мы просто потеряем прибыль. Ну вот, уже 560 рублей нам предлагают. Чем выше цена и чем ближе срок исполнения, тем больше нам предлагает брокер цену за этот опцион. Вот, уже 600 рублей. Подождем еще немного. Так, у нас остается всего лишь 3 минуты, чтобы успеть продать опцион. Или нужно будет дожидаться официального срока экспирации. До принятия решения остается всего немножко времени. Посмотрим еще. Итак, цена пошла вниз, поэтому брокер предлагает уже меньше денег за этот опцион. Посмотрим, что произойдет дальше. Я смотрю, что рынок у нас развернулся и пошел вниз, поэтому, чтобы перестраховаться, я думаю, что стоит продать этот опцион сейчас, закрепить свою прибыль, пусть и небольшую, но как минимум мы не потеряем деньги, если вдруг в конце опцион закроется с убытком. Всего у нас остается считанные секунды, запрашиваем. Смотрим еще раз. И продаем опцион. Опцион продан. Мы видим, что 590 рублей были переведены мне на счет. Ну, предлагаю дождаться экспирации и посмотреть, правильно ли я сделал. Опцион у нас был куплен на уровне 1.31017. И я ставил на повышение цены. Видим, что цена скачет очень близко к тому уровню, на котором я покупал опцион. То есть, это опасный момент. Было бы, так скажем, не по себе, если бы я остался с открытым опционом. Но, свою прибыль я зафиксировал. Смотрим. Ожидаем экспирации. И вот мы видим, что опцион экспирировался на уровне 1.30995. То есть, это уровень ниже, чем тот, на котором я покупал. То есть, если бы я дождался официального уровня исполнения, то я бы потерял свое вложение. То есть, таким образом, функция Option+, которую я воспользовался, оказалась мне очень полезна, спасла мои не только инвестиции, но и принесла, пусть и небольшую, но все-таки прибыль. Допустим, если бы у меня было открыто 5 или 6 опционов, за эти 5 или 6 опционов я бы заработал те же самые деньги, если бы дождался уровня исполнения, опцион исполнился в деньгах. Вот такой замечательный инструмент Option+. Надеюсь, что мой обзор вам был полезен. Жду вас на своем сайте binary-traiser.ru Всем пока!